итак друзья короче новости такие себе я и не успел даже проехать полторы тысячи миль от ярда у меня начались траблы с двигателем похожую похожие чувства было когда там в одной из в одном из видео я рассказывал мы со студентом ехали там наехали на какой-то болт там пробило пластик и повредила дэв систему и поэтому мы ехали там на кнопках грубо говоря ну вообще просто трэш был конечно поездочка там 2000 миль мы проехали на кнопках это было вообще просто трэш где-то в одном из видео то я об этом рассказывал хотите посмотрите пойдите вот а сейчас у меня произошла такая история я вчера загрузился сухим молоком там загрузка практически полная 77 тысяч паундов и поехал в сторону юты я когда выезжал там с южной дакоты ты заезжаешь в через вайоминг я ехал заезжаешь вайоминг и там такое село типа и после него начинаются такие как бы там легкие такие горные дороги там такой резкий подъемчик затяжной и я на этот подъемчик шел шел вор вроде бы все было хорошо все нормально и вот прям под конец этого подъема когда он уже начинают выравниваться у меня резко падает мощность у меня перестает трак ну тянуть просто как будто бы просто терял скорости отказывался вообще на педали реагировать хоть как-то падает мощность и я думал ну не знаю может быть какой-то глюк типа там круиз-контроль что-то там выделывается а нет потом я съехал с этой горочки думаю ну нормально едет типа вроде бы и потом начинается легенький подъем дам даже не резкая горочка и трак просто вот теряет скорость еле тянет вплоть до того что потерял скорость до 20 миль в час а мне еще ехать получается нужно было там вайоминг июта они такие более горные как бы местности и там подъемы и спуски намного более затяжные чем вот это вот я при заезде вайоминге был еще я получается становлюсь на ночь сразу всем дал знать что с траком траблы с утра созвонился с там с ярд менеджерами с диспетчером короче решили сделать так что я тот трейлер груженый новый который я забрал отдаю другому водителю он везет его наюту потому что я бы туда проводиться с этой мощностью я бы туда наверно дня три ехал это раз во вторых ну так медленно ехать мало то что это скучно да и не эффективно то еще и не знаю не 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 совсем безопасно так что решили короче поменяться трейлерами я в итоге поменялся трейлерами с другим нашим водителем шайене и вот приехал грузить в денвере наши любимые баночки это один из моих самых любимых грузов помимо почты потому что вес того груза 7000 паундов ты просто едешь горная негорная местность неважно едешь на полной скорости как будто бы пустой вот такая такая ситуация я мне как бы самое обидное в этой ситуации как раз не то что там вот поломка нужно это теперь решать ехать ремонтироваться или там что-то еще там выдумывать может быть перец придется пересесть на другой трак самое обидное в этом то что я понадеялся все-таки на добрый жест доброй воли от судьбы что вот этот вот чек-энжин который я изначально видела мы изначально там пытались его поремонтировать что-то чек-энжин не не превратится в головную боль и он все-таки по итогу начал превращаться не в большую тогда это не конец света но вот такое препятствие сделала и сейчас получается ну я не знаю или выходные придется постоять потусоваться пока поремонтируемся или не знаю в лучшем случае наверно завтра пересесть на другой трак и надеяться что там где-то можно будет перегрузиться вообще не факт что я завтра успею даже и пересесть короче будем смотреть что там как но вот и в очередной раз я убеждаюсь что все-таки интуиция это классная сильная штука но она классная сильная штука только когда ты не прислушиваешься и что-то делаешь потому что я интуитивно я себе но были звоночки типа блин не бери этот трак после того как мы начали смотреть и мне рассказали что он тут попал на херову соляру там инжектор меня ли топливные фильтра меня ли там и т.д. и т.п. а на траке 45 тысяч миль всего лишь это новый трак но я типа понадеялся еще обрадовался что это 860 и тут с дополнительными ящиками и шкафами там и так дальше я даже вам еще не успел провести тур и возможно завтра мы уже будем пересаживаться на другой трак ну короче есть как есть но вот видите интуиция все-таки решает нужно ее прислушиваться и я это каждый раз я себе говорю и все-таки на практике это не всегда ну многих случаях я доволен своим решением но здесь получилось так что промахнулся я но слава богу мы еще не зацепили студента пока что следующего потому что со студентом было бы как бы тоже не неприятность такая же человек хочет постажироваться поучиться поездить а тут у тебя но трак типа тракт не едет надо ехать на ремонт и непонятно как там быть дальше вот так что вот такая вот первая неделька получилось чё поделаешь кому сейчас легко да как говорят вот поэтому но я не расстраиваюсь это поломки и ремонты в этом деле это абсолютно нормально это здесь ничего нового нету и как бы он еще может не приехали меня грузить у меня поймем ты чего только через через три часа отлично меня раньше загрузят вот видите а теперь значит у нас шансы увеличиваться на то что будет все таки я пересяду завтра на другой трак или завтра мы пофиксим этот в принципе мне там сказали что эти инжектора ну если проблема именно в инжекторах что все инжектора можно поменять довольно быстро вот так что такие дела ладно я надеюсь у вас хороший день хорошее настроение всем желаю добра улыбок благодарю за просмотр за ваше внимание и подписывайтесь на меня поставьте пальчики вверх обязательно уходя поставьте лайк я вас всех благодарю и увидимся на следующем видео я поехал грузиться пока пока